всем привет с юга беларуси сегодня у нас 21 января 2021 год 3 часа дня погода на улице солнечная плюс 3 градуса тепла видно вот капает вода с крыш с ульев для солнца прижима он как и мои сидят греются на солнце у дрова взрадовали что вот теперь что 25 жало ночью но они толпой в будке спали я им сделал и сегодня у нас вот плюс 3 на улице днем а позавчера было минус 15 вчера было минус 9 день ночью пошла вот теперь так и передавали сейчас плюс 3 на днях передают до плюс 7 уже будет и пропали у меня очередные пшелы когда снимал ролик про тех он что пропали белом улье вот за зеленым сразу тот белый когда снимал ролик то в этому ли я все прослушивал в этом улье пчелы в верхнем летку взволнованно гули я постукал по улью слышно было что их там осталось немного буквально на такие вот пятачок сантиметров 10-15 диаметра между двух рамок а по звуку определил и я решил этих пчел не кормить не что то что обещали морозы до 25 синоптиком поверить нельзя но прогнозы все-таки сбылись раз за 10 год и было до 25 ночью и буквально когда начались морозы все тянет двух дней эти пчелы пропали то что прошел послышал при первых морозах уже ничего не шевелила снегуло там сейчас будем скрывать этот углей посмотрим что тут произошло вообще где 9 рамок тут шло на зиму то мне вверх тормашками на написано подписано где гнездо чтобы напротив леток делать но так и не сделал напротив даже боку чуть-чуть но нижний напротив и подписано чтобы найти где гнездо и вот эти пчелы пошли на 9 рамках осенью плотно семья была и пропали скорее всего что наверное расплод растили наверно осенью воровки наладили ли попропадали тут будем открывать наших папаш пропаж пропажет пчелы мертвые я их собираю сейчас расскажу для чего хотя уже говорил ой а сколько их тут да по осени воровок много налезло весь улья его пчела сверху крышка то плотно но в одном месте вот преломана тут вагонка докнать залазить до пропали это еще мои первые ульи эта доска 25 к под тридцатку 28 потом 15 к вагонках крыша тяжело тяжело также и улью не такие первые улья делаю тогда мороза все года были уже давно прошло верно с 2003 4 года и делаете у ли уже давно доход улей крышка такая потом тут у нас вагонка стенка между это пространство под утепление тоже на 45 идет даже 50 наверно и в самому ли 45 к доска на стенах сейчас открываю там смотреть что там приключилась заодно и про улей расскажу вот нашу ли вагонка идет здесь доска 50 к или 40 45 наверно было между этими пространствами получается вот стенка сама улья на 45 потом пространство между на 45 это идет под пространство и вагонка вагонка с Жалко, конечно, там были полубакфасты, помеси, то я особо не переживал. А вот это пчелы наши местные, хорошие, матки их хорошие, медоносные, доносят даже сухое лето, и погоду не очень такую, что они постоянно с медом. Правда, от них, когда я рой был, да назад высыпал этот рой первый, и матка старая была, эту матку я бросил на рамку, вот в соседнюю улей, это пару лет назад уже, да, в том году или позатом, бросил сюда матку, и с этого же роя, что высыпал на доску, у меня есть на канале видео, я высыпаю себе на доску пчел, чтобы заходили улей, никогда через верх не сыплю, хотя в этом году попробовал, понравилось, через верх быстро заходят, но матку плохо шукать, даже если с расчеткой, все равно матку не так шукать, а на летку, на летку лучше. И получается, что отсадил я отсюда матку старую, сюда, сожмение пчел, и семья развилась, сидит, так что от этой уже семьи осталось все-таки потомство. дальше смотрим, открываем потолочные, видно чуть-чуть синей, но пчел на рамках не видать, чтобы сидели, что тут с ними приключилось, где они были, сейчас поглядим. Вроде бы чуть-чуть гули, а и не им, но... Хотя я вам скажу, у нас тут это припятская полесье, низина припятская, припять рядом, тут болота, то воздух сильно влажный, и, наверное, мед намерзся за эти дни на морозе 25 градусов, то и не стал садиться. Этот мороз стал, этот мороз, мороз, воздух влажный, осаживаться стал на рамках. То, что сегодня я ставил аккумулятор на машину, не завелся 3 дня назад в морозаище. Дизель у меня. Присадил аккумулятор, я занес в хату, его подзаразил. Сегодня поставил, открываю двигатель. Двигатель весь виние, замерзшись за эти дни. Винием обмерзно садилось виние. И также в гараже станок токарный весь виние. И все, что металлическое и толстое, где дерево такое твердое, там, например, дуб дошло. Доски где лежат, так тоже виние, все виние. Хорошо, в нашем, в нашей местности все виние вокруг. Пчел я раньше подмор выкидал. Уж как-то у меня спрашивали его немного, подмор. Теперь я собираю. Так как собирать, сушить, да что, не занимаюсь таким делом сушкой, то заливаю сразу пчел этих сулья самогоном 40 градусов. Вот, в той серии пчелы залил я. Даже видно вон беленькое в центре кадра. Это с расплода, с ящейки. Залил я. Наверное, три дня уже стоят. Чуть-чуть-чуть что-то начнуло. Будем сюда выграбать этих сулья пчел и в банку засыпать. Потом еще дольем туда. Смотрим, что с ними приключилось дальше. Видно, сироп растащился. Я их подкармливал на зиму сиропом, то видно, что сироп то, что белый полностью. Мед так он желтенький. Эти рамки неплохие, пойдут на это, как его называют, или на раи садить, если не продам я пчел в этом году. Хотел продать немного, позаниматься рыбалкой, а когда пчел, то некогда ездить даже по этих рыбалках. Так что, если продам пчел в этом году, будем ездить на рыбалку. Ну, не всех, конечно, оставлю пару семей, или семь и три. Сейчас еще, покуда осталось, у меня одиннадцать. Ну, рамки такие хорошенькие. Меда много еще осталось, а пчел не осталось. Еще проблема у нас в последние года. Шашель сильно. Ульи грызи. Ухачу все погорискую. Балки на чердаку. Балки уже с основы пилильщик этот. Что дырки большие прогрызают. Радом у нас там деревообрабатывающий цех. Даже слышно мотор гудят. То много отходов валяется. Там опилка, стружка, эта кора. То много и у родителей леса сюда привезли. Они же выводятся, разлетаются вокруг. И все вокруг херачить, короче, грызут. И добрались до ульев. Беда такая. Стояли ульи, наверное, десять год. Ничего не было. И это вот видно. Погрызли все улья. У пыль. О. Пыль. Погрызли пазы. Под рамки. Видно. Дыры некая. И так во всех почти ульях. Даже у новых что. Ну, как новые улья. Три-четыре года улью. Даже пять. Это можно сказать новый. Вот за пять год, если хорошее содержание. Там покраска и все, то так новый выглядит. Этому уже то много. Но шашель начал грызть буквально два года. В доме балки дейки. В гараже балки, не деревянный гараж. И добрались до ульев. Дальше. Смотрим. Вот рамка. Сколько меда. Ой. Одной рукой доставать. Полномедная рамка. Тяжелая. Килограмма четыре будет варить она. С этой стороны. И с этой. Видно. Маточник свищевый где-то. О. Свищевый маточник. В сочи не положили. Может у их матки не было. Бились по осени где-то. Ухайдохали матку им. И пчелы пропали там вот. Ну сейчас глянем. Видно. Незематозу их вот был. А может просто что мало пчел да перегрузили. Кишечник добывали тепло. Так и запачкали малость рамки. Ну мы это почистим аккуратненько. И вот эти пчелы что я и говорил. Когда стучал гули чуть-чуть. Пятачок пчел. И здесь видно пятачок пчел. Повыгрызали мед. Вниз мед повыгрызали. И много меда у нас. Ну это и рамки какие-то полупустые. Видно засахарившийся мед. Хотя осенью старался его весь чисто с ульев позабирать. Гнезд мед на зиму. Этот что осталось. И заменить на сахарный сироп. На подкормку. Того что насадили вокруг речки. Рапса. В колхозе. То. Получается с весны натаскать гнездо. Ну в надставках успешат катать. Что не засахарится так хорошо. А не успешат так. Потом чистят пол лета эти. Полурамки. Ну а в гнездо наносят. Летом не лазишь же особо в гнездо. Только во время раяния перебираешь. А когда наносят летом в гнездо. Это гарапса. Поверху сложатся. Он идет как бы и на зиму получается. Так вот что осенью забиралось. Забиралось то. Что получалось забрать. Что было без расплода. А рамки с расплодом которые я оставлял. Не доставал. В сентябре еще расплод был. И эти рамки я и закармливал. Тупо оставалось много. Видно засахаронного меда. Ну и наверное все таки что то тут с маткой. То что даже расплодины нема. И свищевые вот мисочки. Может перебирал осенью. Видать я придавил. Получается. На одной рамке вот пятачок небольшой. С одной стороны. С этой не масло. С этой. И на этой рамке вот пятачок. Десяти сантиметровый. С этой стороны он поменьше даже. Маленький совсем. И тут видно чуть-чуть вот сидели то что. Подгрызенное такое. Ну и пчелы все что есть в уле. Здесь дно услато. И в задней стенке под грибу. Вот здесь на дне пчелы. Потом. Это с медом рамка. Так. Здесь вот пчелы. Идут немного. И здесь. Здесь я тоже. Так. Нам сбитие. Конечно на славу прилепили. Отлепили. Это мои первые ульи. Да. Немного я их сделал не по размерах. Вместо. 45 сантиметров. От задней до передней стенки. Я сделал 45 с половиной. Даже можно больше чуть-чуть чуть-чуть. Почти 46. То налепливай соты. Так. Рамки приклеивай. Хроново конечно. Вот пропали пчелы. Сейчас. Да. Думаю. Подшить стенку. Заднюю. То что спереди. Тут летки. Да что. Так. Работы. Будем много. Так. Немного. Лишнее. Короче. Сделаю сюда. С тонкого. Нарежу шпона. Да зашив стенку. Чтоб пространство меньшее было. Тут видно у нас. 8 где-то миллиметров. Передняя стенка. А сзади. Отступая. Почти два сантиметра. Ну не два. Один и восемь точных. Ну. Около двух. Надо будет нашить. Наверное. Сантиметровую. Досочку сюда. Или вертикально. Или горизонтально. Скорее всего. Что горизонтально. Со штакета. Нашью. Так. Не будуть пчелы приклеивать. Эээ. Боковые планки рамок. К стенке. Не будуть приклеивать. И. Это будет хорошо. То что. Об эти вот. Выступы. Наверное. Все таки. Где-то. Матку. И придавил я. Такой пчел тут осталось. Немного. Ну. Буду засыпать их. В банку. То погляжу. Что тут приключилось. Есть матка. Нету. Ну. Такое чувство. Что я ее придавил по осени. То что. Не может быть. С девяти рамок. Чтоб столько пчел осталось. И. Если. Не было. Ни капельки расплода. При том. Что. Улей теплый. Хороший. По любасу. Был бы где-то расплод. Если б. Матка была. А тут. Ни матки. Это. Ни пчел. Вернее. Ни расплода. Видно. Повыгрызали. Ну. Этих. Вот. Трех пчел. Подкармливать. Было. Бесполезно. Все равно. Пропали б. В этот мороз. Видно. А вот. Переставляю. Рамки. Потихоньку. И. У нас тут. Пчелы. 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 Много. Нанизу. Крошки. Осковой. Да что. Так. Я пойду. Сейчас. Дом. Возьму. Ситечко. Да. Через ситечко. Их. Братрушу. Чтобы эта крошка. Сыпалась. И. Засыплю их. Сюда. В банку. Потом. Добавлю. Самогода. Чтоб. Настаивались. Это. Хорошо. Растирать. Спину. Колени. Суставы. Чтоб. Не болели. Подмором. Этим. Пчелином. Ну. И. Все. Можем. Много. Для. Своей. Для. Растирки. Позгребаю. Где. Что. Дособеру их. На. Все. Вот. Видно. Улей. Бачите. Так. Сыпется. Ну. Не буду. А то. Пчелы. Засыпаются. Короче. Шашель. Поел. Все. Улия. Мне. И. Вначале. Видя. Сказал. Что. Собираюсь. Пчел. Продавать. Потому. Что. Опять. Насадили. Рапса. Вблизи. По. Промой. Где-то. Около. Трех. Километров. Будет. Даже. Можем. Меней. Насадили. Наверное. Гектар. Одно. Поле. Наверное. На 100. 120 гектар. Я. В колхозе. Троху. Рабил. Да. Подвозил. Зерно. Троху. Помню. Раньше. Работал. На грузовой. В колхозе. То. 120 гектар. Поле. И. Потом. Радом. Еще. Гектар. Наверное. Под 60. Хорошая. Около. 200 гектар. Рапса. Так. Что. В этом году. Меда. Темного. Думаю. И. Не увидишь. Сейчас. Он. Цветит. А. Там. По. Осени. Засуха. И. Вместо. Меда. Будет. Геморрой. Так. Их. Зиму. Собрать. Опять же. Этих. Чтобы. Не попал. Рапс. На. Зимовку. Оно. То. Что. Летом. На. Развитие. Есть. Там. Мед. Все. Ну. От. Этого. Рапса. По. Осени. Потом. Сильно. Много. Проблем. Большинство. Рамок. Неоткатанные. Даже. Стоят. У меня. Корпусах. Большинство. Неоткатанные. Что. Подкатывал. Тоже. Поставалось. По полрамки. Короче. Рапс. Это. Только. Для. Европейцев. Нам. Чтобы. Гречки. Посадили. Лучше. Чтоб. Мед. Темный. Был. Фацелия. Кажется. Тоже. Садится. Ну. Хотя. Мед. Более-менее. Хочется. Попробовать. Ну. Фацелии. У нас. Тут. В колхозе. Не. Чули. Наверное. Рапс. Сажает. Только. До. Кукурузы. Немного. Пшеницу. Вот. Такая. У нас. Вышла. История. Пошли. Пшелы. На. Зиму. Это. Зиму. Это. На. Зиму. Было. Сентябре. Месяца. В середине. Девять. Рамок. Ну. Видно. Тут. По. Этих. Рамках. На. Трох. Где-то. Осталось. Или. Побили. Или. От. Клеша. Пропали. Большинство. Или. Просто. Где-то. Говорю. Доставал. Рамки. Да. Об этом. Выступил. Мог. Матку. Придавить. Просто. Туда. То. Что. Расклода. Даже. Капельки. Нема. Хоть. Что. было. Ай. Нема. Так. Что. Все. Минус. Одна. Семья. Из. Тринадцати. Получается. У нас. Осталось. Одиннадцать. Ну. Еще. Много. Которые. Сидят. Поверху. В летках. Тоже. Плохо. Все. Что. Поверху. Это. Это. Плохо. Вот. Бляха. Не заметил. Синички. Вытащили. Заразы. Палку. Далиток. Двадцать сантиметров. Открытая. Клетом. Вытащили. Щеннички. А я. Отодвину. Доску. Эту. Капая. Вода просто. Это было. Два. 25 мороза, а у меня леток открытый снизу 20 сантиметров. Ну, ничего, прикрыл саю маленький. Сейчас я послушаю, что тут у нас. О, Гудусь! Короче, пчёлы загули. И слышно не сверху, а где-то клуб снизу сидит. Чуть-чуть к задней стенке туда. Короче, нормально. Здесь матка у меня. С того белого улья, что на предыдущем видео пропали. Так оттуда матка сюда. Летом с облёта не вернулась, добавлю сюда. Оттуда плотную матку срою. У меня с этих птон чёл, что пропали. В белом том улье. Ага. Не с их. А там рой сидел, я его продал. Получается, с того рой сюда матку плотную закинул. И эти пчёлы стали более мирные. У меня есть видео на канале с лющерой, кажется называется. Вышел отсюда рой, когда матка была такая злая, видно. То нельзя было его даже вытрусить с раевни. Когда зловил. Вытрушивал туда, так всё его обгрызли. Даже перчатки кожаные эти сварщика, краги. Попрокусывали. А потом я сюда, после этих операций тут копался, да что. И матки были, всё. И не вернулась с облёта матка, молодая. Стали ползать, искать по стене. И как раз рой там вышел с белого улья. А я его назад закинул. Это там был первый рой. Назад закинул, оттуда матку плотную кинул сюда. И она прожилась, и стали эти пчёлы мирные. Поменялась матка. Такая вот история. Начали с гибели семьи, а закончили подсадками и пересадками. Может кому будет полезная информация. Будем надеяться. Какие ошибки допускаются. Подкормка, обработка от клеща надо своевременная. Не осенью уже, в сентябре, когда собираешь на зиму. А с июня проводить. Больше природными средствами. Хвойей посыпать с крахмалом, меленой иглицей. Полезно летом. Но у меня эта мельница троху накрылась. Короче, в отдельном видео расскажу. Будем заканчивать. Так растяну уже видюху. Будем заканчивать. Всем удачной зимовки. Кому было интересно, ставьте лайки. Пишите комментарии. Отвешу на вопросы все. Всем удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.